Первая встреча состоялась на территории предприятия «Элимп». Оно специализируется на переработке нефтепродуктов. Денис Олегович посетил рабочие цеха и осмотрел оборудование. Сотрудники рассказали о схеме производственного процесса. Значит, здесь два этапа. Первый мы испытываем сырье, проверяем, то ли сырье нам пришло. Смотрим исходное сырье и далее, когда уже получили продукт, мы, соответственно, проверяем продукт, а то ли мы получили. Уникальность процесса в том, что из уже переработанного сырья на выходе получают качественный продукт. В ходе экскурсии Денис Семенов отметил, что продукция, производимая на заводе, важна и востребована на рынке. Знакомство с предприятиями продолжилось на заводе «Элимет». Электрогорский металлический завод занимается проектированием, производством, сервисным обслуживанием и капитальным ремонтом оборудования для угля, обогатительной и горнодобывающей индустрии. Также предприятие серийно выпускает спецтехнику для обслуживания самолетов в аэропортах нашей страны и ближайшего зарубежья и производит пожарные автомобили для использования в аэропортах. Этим же печи работают на температуру до 1700 градусов, почти 1650 градусов. Здесь происходит уже придание прочности изделиям. Видишь, вначале изделия выглядят похоже на мелкие, то есть они непрочные. Связка удалена, но они еще не имеют прочности, которая от них требуется. После обработки при высокой температуре, они уже становятся твердыми, прочными. Каждое предприятие, которое посетил Денис Семенов, оснащено по последнему слову технике. Оборудование современное и качественное. Вместе с представителями руководства на предприятиях обсудили организацию работы и развитие производства в будущем. Вечером этого же дня в 14-й школе состоялась очередная встреча Дениса Семенова с жителями города. На ней поговорили о том, чего удалось достичь, обсудили планы на 2017-2018 годы. Один из первых вопросов – комплексное благоустройство, согласно которому ежегодно необходимо приводить в надлежащее состояние 10% дворовых территорий. Так как сегодня у нас встреча здесь в 14-й школе, не зря, потому что у нас в этом районе тоже будут проходить работы по улице Пионерской, дом 5 и 5 М. Также у нас под комплексное благоустройство попали еще два дома. Это Комсомольская 8-9, два двухэтажных дома, вот рядом, через забор от 14-й школы. Начатые еще Игорем Красавиным работы по городскому парку планируют завершить в текущем году. И для этого предстоит выполнить большой объем работ. Освещение парка, так как вот такое освещение, которое есть, это не совсем, можно сказать, эстетично, не совсем практично. У нас есть достаточно серьезный проект, там больше 160 светильников, то есть все дорожки, там полностью весь центр парка будет освещен в красивом стиле. Плюс дополнительно мы будем устанавливать большую площадку под сцену с лавочками, большую сцену 9 на 11 метров. В парке будет установлено порядка 42 видеокамер, которые будут фиксировать все любые передвижения человека по парку, в том числе будут охватывать все входы в парк, то есть все будет находиться под видеонаблюдением. В центре парка будет установлена дополнительная музыка, которая будет работать по выходным, по праздничным дням. И на детских площадках будут установлены тревожные кнопки, то есть кнопка будет установлена на опоре освещения, в котором мы новые будем строить. То есть в случае нажатия тревожной кнопки человек прям будет там, такое переговорное устройство, микрофон, динамик, то есть прям будет в полицию сразу попадать. Также в парке будут установлены декоративные элементы, большая деревянная горка, тумбы с афишами, указатели и многое другое. Денис Семенов рассказал и о других проектах и планах на ближайшее время. После отчета перешли к вопросам жителей. Возле поликлиники площадка, которая чистится, вот ее используют по транспортам, которые прибывают в поликлинику. Ну жители приезжают в поликлинику и там сделают. Как вы помните, да? В вопросе речь идет об острой необходимости строительства парковки для пациентов в больнице. Значит, уже сделан проект на сегодняшний день. Строительство новой парковки, там, если не ошибаюсь, порядка больше 40 машин и мест вместе с местами для инвалидов. Прямо напротив входа в поликлинику. Мы площадку, которую вы говорите про ореховскую остановку, мы ее трогать не будем. Мы построим новую парковку прямо напротив поликлиники через дорогу. Сделаем два пешеходных перехода. И парковка эта будет начинаться от здания административного управления, где находится главный врач, и практически до тротуара, который ведет к железной дороге. Жителями были заданы другие вопросы, на которые Денис Семенов дал исчерпывающие ответы. Полную версию встречи главы с жителями смотрите на нашем канале в YouTube.